Царю небесы и утешителя души истинной И живи с детской и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Иди, селися мы и очистены от всякие сквери И спаси блаже души нашим Отец наш небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа Молим тебя, благослови наши беседы с детьми собраний Это по слову твоему святому Господи, даруй, чтобы слова твои священные были всегда с нами И помогали нам в этой жизни найти нужные ответы Которые, Господи, ставишь ты перед нами Для того, чтобы мы могли оправдаться пред тобой, святой жизнью По слову твоему святому Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух Аминь А где дмухи, ребятишки? Нет никого Заболели или еще? Неизвестно Костя-то приехал домой? Ну да, он же с гипсом дома же Так вы не слышали, она рассказывала же Еще до Нового года Она сказала в последний раз, что он весело прыгает на костылях Вот Так что, ну я думаю, с костылями не легко Ну ему четыре недели, сказали бы Ну понятно Ну вот нет у Нади Поэтому Может быть она просто на дежурстве А детей некому привезти Вот так, скорее всего Ну а на автобусе, наверное, на 35 градусов не рискнули Крещение, крещение Господне прошло Праздник такой Еще Богоявление называется Вот Кто наизусть знает Воярдане крещащихся Господа? Кто знает Знаете наизусть? Вот вы там стоите Не поете его наизусть? А понимаете, о чем там речь идет? Правильно? Воярдане крещающийся тебе Господи Троическое явися поклонение То есть видят воярдане люди Мы с вами видим Что Господь крещается Крестится Ну там крещается по-циклону-славянски И в этот самый момент Происходит и Богоявление Поэтому праздник называется Крещение Господа Иисуса Христа Или Господне Или Богоявление Почему? Потому что Никогда Господь наш Всемогущий Не являлся Сразу во всех трех ипостасях Это впервые произошло Три ипостася Три лица Господа Господь един Мусульмане говорят Аллах един И мы тоже должны Всегда утверждать Господь един Но Он Не простой И не сложный Он единица Во множестве В трех лицах И наоборот И поэтому мы часто Очень это повторяем Особенно В каноне Будет В Великопостном Там постоянно Об этом говорится Что не забывайте Об этом Что Господь И простой И в то же время Сложный Почему? Потому что Ему надо Привезти нас К спасению А он Ну никак не человек Господь Есть Дух И Господь Есть Любовь Что мы никак Не можем принять В себе Пока Не примем Веру Во Христа И тогда Господь нам Дарует Все что нам Нужно Для спасения Поэтому дальше Там продолжается Троическое Вися поклонение То есть Мы поклоняемся Господу Как Троице То есть Он Три лиг Оказывается И там И говорится Иисус О Духе Святом Что он Видит Голубине Голубине Ну как голубь Видит голуби Сошел Это Дух Святой На Иисуса Христа То есть Как бы Господь сходит На самого себя Показывает им единство И голос еще Здесь есть И видение Все Все трехмерное пространство Но нам больше Просто не объять Все Господь сделал И вода была Чтобы Тело ощутило все Хотя там Не так холодно Как у нас конечно Но теперь дальше О празднике Я там бы поговорил Потому что Из этого праздника У нас сделали Ну какую-то Пиар акцию И У вас Будут многие Спрашивать А вы Верующие Входите на прорубь Окунаетесь Сколько же там Всего Это получается Нарушение Канонов Всяких Когда люди Ходят Вот так Женщины Прямо Обнаженные Туда идут Туда прыгают Мужики Путин показывают Тоже Путина все Увидели Какой Ну такой Крепкий мужик Видно Тоже Окунается Окунулся Спрашивают Вот у нас братья были Вопросы задаем Когда мы были то Позавчера В пятницу Вопросы Зачем вы креститесь Кто во что Гораст Кому надо Студентам Надо хорошую Оценку получить Вот вы Сейчас Скоро будете ЕГЭ сдавать Ты когда будешь ЕГЭ сдавать Весной Весной уже Вот Тебе уже Надо было В прорубь прыгать Все опоздало ЕГЭ-то не сдашь Не сдашь Ты не сдашь Это суеверие Называется Самое настоящее А еще некоторые говорят Говорят там Грехи какие-то Очищаются Какие-то грехи Они придумывают Себе даже Грехи какие Не перешел Перешел дорогу Когда черная кошка Перебежала Вот великие Грехи у них Ну и все тому подобное Даже грехов Не знает Никто своих Вот у нас ходит Видели С Виктором Он пришел Парень Он учится Уже на четвертом курсе Медицинском Я его спросил Я говорю Ты К нам Ходишь молиться В храме И так далее У тебя Какое-то внутреннее состояние Есть Что ты неправильно живешь Ты у Господа Хочешь попросить Наверное Исправление жизни Там Покаяния Там Во грехах Он Сначала молчал Как только О грехах Сказал А я что Я Какие у меня грехи Я ничего еще не сделал В жизни греховного Да мы Нас Мать уже родила Во грехах Этого надо понимать И просто так Прийти В прорубь Окунуться Ну да Холодно Единственное Понимаем Что народ Думает Что что-то будет Им Потому что Ну страшно Холодно Минус 20 Там было Но это еще не страшно Мы стояли Мы стояли В 2007 Году Там Благодаря Распространение Также Евангелия Там было 44 градуса Мороза И были люди Которые Окунались В прорубь И были те Которые Этому содействовали Которые Не давали Там застынуть В воде Потому что Вода-то застывала Там прорубь Не просто так Еще вырубить И там Такая толщина Тогда было Подходили Специально Посмотрели Но натурально Люди окунаются Задавали тоже Вопросы И вот каждый год Задаем вопросы И в этот раз Опять и Брат Сергей Спрашивая его Ну как Опять Задавали вопросы Никитом Интервьюером Был Ходил И задавал вопросы Людям Они отвечали Ни одного Ответа Нету Никто А священники По телевизору Нет-нет Там скажут Люди Вы когда ходите туда На Иордане Называется То Там нету Очищения грехов А я думаю Вот мы там стояли Сейчас И Прежде чем пришла Эта процессия С митрополитом И Сколько там было Священников Посчитал я быстро Где-то Около 20 Священников Было И Никто И перед ними Музыка играла Вот Совершенно Мирская О Новом Годе Там Халопушки Какие-то Там Попрыгушки Все у них Потом Там Ну все подряд Пели Там Пугачева Там Киркоров Там Ну все Кто Сатанисты Первые Развращают Молодежь Все там были И там Молодые Какие-то Молодежные Группы Сергий Там возмущался Особенно Что Какой-то Там Нетрадиционной Ориентации Пел Тоже И все Это на крещении А пьяные Туда собираются И там Танцуют Перед этим Всем Это что Крещение Господне В Айордане Крещающей Сети Господи Придумали Сами себе А что А что Нужно Сделать Я думаю Так если Вы Ну Ходите Сюда Мерзнете Митрополит С рукавичками У него Все Ну знают Замерзнет Шапка Там Тоже Видно Что Есть Такое Что Теплое И все Священники Тоже Одеты Это все По теплу Вы придите Раньше Знаете Народ Тут есть Да В этот Самый Автобус Зайдите Автобус Для вас Мы пытались Туда попасть У Сергея Там даже Знакомый Сергей Подходит И говорит Слово Скажешь Людям О Крещении Я говорю Как Ну я И так Говорю Да нет Это В микрофон Скажешь Я говорю О Крещении Ну вообще Праздники Надо Говорить Скажу Ну Так Это Насколько Ну минут 10-15 Можно Сказать О Крещении Господь Можно почитать Даже Ну конечно Пошли туда Он говорит Вот Чтец У нас Православный Сейчас скажет О Крещении Людям Народ уже Собрался Вот Вот Придут Совсем И не дали Ничего сказать Он говорит Ну пускай Хоть прочтет Из Библии Говорит Вот Слова О Крещении Господнем Что к чему Нет Не дали Нам понимаешь Это администрация Занаряжена А вдруг Что-то там Потом будут Жаловаться На нас И все Ну а так Да Действительно Нестандартно Заместо Вот этих Поплесулях И вдруг Серьезные слова Начнут говорить О покаянии Там самое главное Крещение Для чего Он подходит К Иоанну К человеку Подходит Бог Подходит К человеку Бога Человек Господь Наш Иисус Христос И говорит Такие слова Крести Меня Меня Крести Он говорит Как я тебя могу Крестить Я то понимаю Кто ты Я должен От тебя Креститься А Господь Говорит Нет Так Надлежит Нам Исполнить Всякую Правду А какая Правда В чем Она была Ну в чем Правда Ну Праздник Крещения Идет А Ян Креститель Перед этим Крестил В покаяние В покаяние Он не мог Крестить В отпущение Грехов Он мог Только людей Привести К покаянию Чтоб люди Начали Каяться Он напоминал Их грехи Чего Господь Наш Единый Господь Иегова Требует От нас Исполнение Заповеди А почему Исполнение Потому что Не исполняли Заповеди Вот вы поститесь Кто постится Кто с удовольствием Постится Никто руку не поднимает Ну то есть Вы понимаете Что это Время Которое Господь На нас Обман И товар Стоит Ибо Не враг Поносит Меня Это я Перенес Б Ненавистник Мои Лечается Надовно От него И Укус На самом же деле Это все для того Чтобы исполнить Исполнить Всякую Правду Вот Прочтем Для закрепления У нас Третья глава Как все Происходило Третья глава Евангелия От Матфея Итак Я крещу Я крещу вас В воде В покаянии Но идущий За мной Сильнее Меня Я не достоин Поднести Обувь его Он будет Крестить вас Духом Святым И огнем Лопата Лопата Его В руке И он Очистит Гумно Своё И Соберет В Житницу Свою И Соберет Пшеницу Свою Житницу Ну-ка Вот это Вот прочитай Вот отсюда Читай Четырнадцать Четырнадцать Иоанн же Удерживал его И говорил Мне надо Креститься От тебя И ты Приходишь Ко мне Но Иисус Сказал ему В ответ Оставь теперь Ибо так Недлежит Нам Исполнить Всякую Правду Тогда Иоанн Допускает Его И крестившись Иисус В тот час Вышел Из воды И вот Отверзлись Ему небеса И увидел Иоанн Духа Божьего Который Сходил Как гол И не спускался На него И вот Голос Небес Говорящий Это Самое Разлюбленное В котором Мое Благоволение Вот так Вот быстро Мы прочитали Сколько тут Стихов Получается Раз Два Три Четыре Ну Пять Пускай будет Пять стихов Прочитали Всего По строчкам Можно даже Определить Сколько тут Строчек Где-то Около Двадцати Строчек И все Вот Весь праздник Крещения Наш И миллионы Людей Идут В Иордань Миллионы Людей Хотят Чего-то Отпущения Грехов Чего-то Но не все Отпущения Грехов Ясно Нет конечно Не все Нет Это редко Кто говорит Отпущение Грехов И говорят Не так Что Отпустили Мне грехи Это они Нет Они Вот говорят Там священники Ну кто-то говорят Они Кто-то говорит Священники Кто-то говорит Никто Есть Отпущение Грехов А так Чтобы Конкретно Все говорили Нет Нет У этого Никто не Понимает Грехов Ну я Пример Привел С Володей Он рядом Вот здесь Сидит И он Он не понимает Еще Что он Грешник А люди Которые Там ходят Они Слово Занять Изучение Библии Они вообще Не понимают Один Дедушка Говорит А я Хочу Не так Вот там Я говорю Ну вот Есть по интернету В скайпе Вы сидите Дома И вот Изучение Идет Вы Слушаете Он Нет Я хочу Вот сидеть Прям Вот там Чтобы Вот так Вот было Рядом Там Что-то Там Спрашивать Ему Вот так Надо А другие То Вообще Никак Не реагируют На изучение На Слово Божие У меня Вот мама Сколько И она Ходила Уже На занятия И так Далее Но чтобы Ее тут На занятия Оставить Надо Целую Провести Реконсидировку То что-то Болит То что-то Надо И так Далее Просто Послушать Вот Татьяна Павловна У нас была В Тогуле Я 8 лет В Тогуле Работал И каждую Субботу Воскресенье Приезжал Молиться И останавливался У нее И вот Это было Летний сезон Весь Ну там С утра Сранило Просыпались рано Там часа в 4 Уже Готовились И ни разу Мне не удалось Ее посадить За стол И прочитать И толкование По нашему Трехтомнику Трехтомники Уже были У меня Тогда даже У меня не трехтомники Я брал записи Свои И так далее Ни разу Не удалось Посадить А она вообще Как говорится Своя доска Уже в общине В общине была В общине была И вот тут На занятии Ее тоже не оставишь Сразу бежит Уезжать надо Никогда Что 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 в этом есть Так Все Все Благословим Господь И не признаю Веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Слава Тебе Боже Пойдемте Помолимся С братьями Нашими Воздохнем А тех Кто Не принял Христа И не знает О нем Ничего Благослови И же праве Нелюбей Грешно И милуй И же Сазовы И спасение И обещание Ради будущих благ Сам Господи Приими И наши В часе И молитвы Исправи Жизнь Нашу Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну Святому Духу И ныне И приисны И во Веки Веков Аминь Божий Господи Силы И отвори Садителю Иж За милосердие Бесприкладной Милости Твоей Единородного Сына Твоего Господа Нашего Иисуса Христа Аминь Спас Слава И на Спасение Рода Нашего